В опыт свечить наибольшая эффективная профилактичная работа проводится у летних лагерах, оздоровленных, спортивных, просовных, краезнавчих. У Слободской средней школы каждый день начинается с кредерной беспеки. Правда, негде дичь на назву протягивается она значительно больше. Уречи школьники повинны не только почути информацию, а и на всё житё заразуметь, как денежить у конкретной нестандартной ситуации. Понедельник – это минутка безопасности по электробезопасности, вторник – по пожарной безопасности, среда безопасности на водах. В четверг, например, это будет ещё газовая безопасность. Реализация идеи беспечного лета – саденичая занятость школьников под час каникул. Могчимся ужмат в любой научальной установе – от доброупорядкования территории до проведения познавальных экскурсий. Тут так само есть варианты. Можно расспросовать новые маршруты, а можно выкрасить старые. Я ещё раз нагадать об тем, как поводить себе у нестандартных умовах так само корыстно. У нас организован и с лесхозом экскурсии, то есть у нас есть свой питомник лесничества. Там, где тоже детям проводятся экскурсии, как себя вести в лесу, чтобы животными, насекомыми, как правильно себя вести. По час наведывания 11-й Мазерской школы уражения, небыто занятки тут не спринялись. В лагерях разных профилей укрепляют 300 детей и подлетков. У них разные задачи отповедены шляхи и досягнения, а ли одна мыта заявляется огонь для всех лагеров. Лето повинно быть беспечным. Инструктор, что к этим летом обоисково проводят во всех лагерях, незалежно над их профилю и у взрослых школьников, как при такой аномально высокой температуре поветра захватить здоровье и подбежность солнечных ударов. За это повинно стать правилом. Выходят на улицу без головного убора и бутыльки воды. Не в никаком разе. От проведения тематичной дискотеки безпеки до диспута по правилам безпечных поводинов, закрытых для обмеркования тем нема. За отведенный час обмерковывается все, як правильно распаливать кастер и як яго потушить, як поводить себе незнаемыми людьми, чому нега наведывать водоемы бездорослых. Веды повинны быть настолько грунтовными, как при необходности школьники могли нештапарать и своим батькам. У речи без их допомоги зарабить летобеспечным будет тяжко. С родителями мы 23 мая проводили общешкольное собрание родительское именно по безопасности. И по классам, по всем прошли тоже собрание, где этот вопрос и освещался. И памятки раздавали родителям, листовки именно и какие-то рекомендации, как себя вести, как обезопасить детей в летний период.